Вот я решил записать одно событие из жизни Никиты. У тебя установилась какая-то переписка, связь со священником Томской епархии Сергеем Дудиным. Северск, какой-то город такой непонятный, закрытого типа. Как ты вышел на него или он на тебя? Он на меня вышел. Как и когда? Еще, по-моему, зимой этого прошлого года. Когда ты был здесь или где-то был? Когда был в Украине еще. Еще на Украине он с тобой познакомился? Так, задолго это было до твоего приезда? Где-то за два месяца. А как он мог тебя там найти на Украине? С чего ради? Украина 45 миллионов и вдруг он тебя выбрал. Видимо ролик, который я звонил вам с Украины, он посмотрел. Я его выставил и через мой ролик он пришел к тебе. Видишь как? То есть мы уязвимые. Меня ловить легче всего. 38 книг. Все написано. 3500 роликов. Очень просто. У него ничего нету. Ни одной строчки. Ни одного ролика, который домашняя беседа была бы или с кем-то, с товарищами. То есть мы подставляемся всегда и готовы принять этот вызов. И вот он с тобой познакомился. Первый раз он на тебя вышел и что? Припомни до этого момента, когда вы выйдете сюда. Ну, предупреждал, чтобы я к вам точно не скажу. В общем, он писал, что вы в прелести. В прелести. Сопрел, значит. Дальше. Просил, чтобы я помолился о вас, чтобы вы вышли из прелести. Ну, дальше что? Ну, остерегал о том, чтобы я как бы с вами общался. Передал, чтобы он не общался. Ну, остерегал меня, чтобы я с вами... Понятно. Это они все попы такие. Все. Тайные аспиды. Из норы голову высунул, а его нигде нет. Я про это не знаю. Он ходит на моем ролике и гадит. Опорожняется. Поносит его. Понос, слово понос. Знаешь, что такое? Когда недержание чресло, и он зловоним штаны накладывает. Вот они эти такие. Вот такой. Там за границей один нашелся. Здесь они все одинаковые. Почему? Потому что один хозяин, один учитель. Лжец и клеветник. Ну, тебе он что предложил взамен? Кроме того, что не общаться. Слово нужно сказать так. Как ты вышел? Я на тебя вышел или ты на меня первый? Я на вас. Видишь, как наоборот. То есть я не рыскаю по чужим овчарням. Никого не выискиваю. Ни одного человека в жизни не предупредил, не общается с таким-то. Когда он меня не знает и не спрашивает. У них другой подход. Подлый, коварный. Они за это отвечали поголовным истреблением. И снова как моль, как ржавчина, как варьё возникают. И заново опять те же самые дела делают. Их будут снова с колоколем низ головой спускать. То есть самое подлое, негодное, лживое, корыстолюбивое. Всё собралось в одно место. Это не моё определение. Это весь мир знает. И об этом сколько кричат. О всех. Начиная сверху донизу. Как ты на меня вышел? Давай отсюда. Как? Нашёл контакты ваши на сайте, в осветлении Библии. Телефон. И позвонил по телефону мобильному. Ну а почему ты решил вдруг звонить-то мне? Ну, чтобы встретиться с вами. Ну да. Ты что, с Дуниным ты не знался. Он тебя не знал, роликов не было. И он тебя знать не знал. Вся Украина незнакомая. Но он рыскает везде, где кого найти и кого отшибить. Он взамен ничего, конечно, дать не может. Он волк лютый. Лютый волк. Это не моё определение. Самое жестокосердное в священстве. Прошёл мимо раненого, даже не тормознул. Почему Христос вывел это в притчи? Кто предал Христа, спасителя мира, первосвященники? И самые набожные молельщики, фарисеи. Это всё в них. Они только ими мимикрируют. По другой обстановке-то. Я его не искал. Он на меня вышел. И он на меня вышел. И он меня предал не один раз уже. Клеветал всячески. А потом, ой, простите, я... Это всё в роликах есть. А потом опять то же самое. Почему? Давнули его, и он всё. Он слабохарактерный, болезненный. И он этого не знает даже. Почему мозги отшиблены? Вот ты на мне позвонил. И чего ты хотел от меня? Приехать жить сюда-то. А с чего ты вдруг решился на такое? Ты уже ролики наши смотрел? Да. Ты видел, какой я жестокосердный, как обращаюсь грубо, о чём он сейчас будем считать, писал ворчливый, сопливый, какой угодно. Почему ты решил сюда ехать? Россия огромная, 120 миллионов. Почему ты на меня именно вышел? Ну, уникальность некую увидел вас. В чём она заключалась? Ну, в свободе как бы вашей, вы... Я скажу, вот мы к этой встрече, я тебя подготавливал что-то отвечать, или ты сейчас спонтанно, вот я задаю впервые тебе эти вопросы здесь, сегодня вот. И ты отвечаешь, или я в тебя вложил эти слова и сказал, ты отвечай вот так, не позорь меня. Да нет, сам сейчас думаю, отвечаю. Перед Богом. Да. Вот чтобы Дудин, когда будет, Дудку не дул свою, поносную. Духоносный отец. Лживый клеветник. Он это всё будет извращать, он не может по-другому. И на него нельзя обижаться, потому что это сосуд дьявола. Потому что дьявол, если лжится, отец лжи. Ты мне позвонил, я тебе ещё сказал. Одинокие тут не приживаются, нет никакой возможности мне приехать, и ищите на Украине там, ну, батюшки какого-нибудь, ну. То есть я опять же к священникам отправил тебе, что я сделал не так? Я отдельно такое, называешь уникальный, то другое. Если мне будете искать замену, вы не найдёте, её нет замены, я один. Это все говорят. Все. Власти, мирские, КГБ, все говорят, что у меня не просто уникальность, а на столетие такого никто не делал и так не вёл себя, то, что делаю я. Комментировать. Блаженного Феофилакта, ну, это 900 лет, никто не делал этого. Андрея Критского, 1200 лет. Стоит канон, никто его не трогал, я его перевёл на две ступени. Никто! Никогда! И дальше я тебе отказал. Ты успокоился? Нет. То есть, ты показываешь здесь настырность, настойчивость, целеустремлённость, так даже назову, возвышенным словом. Ты снова звонишь, я в деревне нахожусь, я что отвечаю? Ну, что, вопрос-то решён, что не можете меня принять, ищите работу, там, шахтёром, где мы, Донецкий, и там работайте, там живите. То есть, я узнал, что никакой у тебя специальности нету, ты где попала, при церкви, что-то там, тебя они уже, священники сватывают, ты вызвал во мне, во-первых, недоверие, а во-вторых, не за чем ехать. Я не обольщал там, Богородицко-Алексеевские монастырями, я тебе категорически отказал, так? Так. Ты уже звонишь мне, а он бы тебя принял, но он-то бы, ему только вымануть, а дальше он тебя знать не знает, он тебя в дом не пустит. Ты снова звонишь, уже в городе я, я тебе что отвечаю? Опять же, неопределенно, негативно, в общем. Негативно. Ну как к Кальмаеву, а что звонишь-то? А потом он приезжает, принимает крещение, уже на пятый раз, я ему разрешил только так. У нас разный подход. Они обходят в мемории сушу, чтобы сделать сыном гиенны, то есть по интернету, он сидит, он неподвижный-то. А мы никого не приобретаем, мы обращаем людей, и все до одного, которые крестились нынче, все до единого, за 50 лет, направляют со мной в московскую патриархию. Что тут непонятно, что мы разные. А они ее разваливают, патриархию, вот таким вот своим поведением, подлым, негодным, лживым. Он даже не знает, кто он, чей сосуд. И как я тебе разрешил, первый разговор, проверка началась? Спустя, может, месяц или больше, вы мне ответили, что пришли те фотографии в таком-то виде, в каких-то местах. В каких местах? Возле военкомата городского и отдела милиции. Как поставить руку, поднять, все, чтобы я проверил, что именно ты. И сделать быстро, чтобы чужой не сделал. Посмотреть на тебя, еще что? Трудовой книжки, паспорт, военного билета. Все. И после этого только? У меня готовьтесь к весне, написали после Пасхи, на приезду. Все. Тогда будет видно. Вот все. Я был в Сан-Франциско. И меня архиепископ Антоний, тамошний перекресток Петр, священники. Вдруг я с народом, они меня вызывают, и там у них подвальное помещение, ну, такое же церковь, скажем так-то. Скажите, а вы вот такого-то знаете, там, шафрана другого-то, батюшка знает, я нет, это священнослужители, я их не знаю, я сторонюсь их. Потому что, если я начинаю говорить, из них брызжет. А как их можно узнать? Вот к нам приходят, мы на принимали таких, что даже они в московской патриархии оказываются на последнем счету. Я говорю, присылайте Патеряевку. Три месяца с нами побудут, я вам дам полную характеристику, принимать их в русскую, зарубежную церковь, или не принимать. Разумно? Ничего не надо, спать будем вместе, пить, есть, работать, и все, три месяца ему не выдержать. Когда задали мусульманам, которые ваххабиты, и говорят, а в вашу среду не могут разве где-то внедриться евреи? Они говорят, не могут. А почему? А вы знаете наш образ жизни? Мы три раза только молимся, ночная молитва, три раза, не считая дневные пять намаз. Он или сойдет с ума, или будет как мы. Вот я-то ухватил эту фразу и сказал, ты будешь такой, как мы, или сойдешь с ума. Хотя сходить-то тебе уже некуда, тебя там довели до этого состояния. Мне нравятся выражения, кто бы их ни сказал. Я их проверяю, подвергаю анализу и говорю, здорово, это в арсенал мне, ко мне, в мою жительницу. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны, Мартин Лютер. Так он еретик. Я его и не беру, я фразу беру. Наша радость от трудовых побед. Владимир Ильич Ульянов, Ленин. Самая неприятная для меня личность. А я беру его выражения, они мне нравятся. Нравятся? Дальше. Ты приезжаешь. Я тебя послал куда-то в монастырь и к кому-то, или что я сделал с тобой? Хотя говорил, что со мной ты жить не будешь, а будешь со мной другого брата. Так? Так. Но я тебя сразу оставил у себя. С какой целью? Незнакомого человека впускать к себе в дом, приехавшего с другой страны, все понимают, это редкость исключительная. Ты не знаешь этого. Почему я тебя принял в дом? Потому что все эти месяцы я молился и молился о тебе. Ни день и ни два. Слово прелесть, ты от меня слышал когда-нибудь? Чтобы я сказал, ты в прелести, ты в прелести. Это нет. Из арсенала у меня это слово не выпадало. Его не было там никогда. Прелесть, это все монахи, священия. Прелесть, иди разбери. Что это такое? Прелесть. А как они понимают прелесть, вот он как раз прелестник и есть. Вор кричит, держи вора. Они в великой прелести Библию заменили вымыслами. Слова Божественные отвергли. А Давид говорит 118-й столом, 113-й стих. Вымыслы сейчас все-таки ненавижу. Ненавижу. А закон твой люблю. А они этого сказать не могут. Они так, закон Божий ненавидят, а вымыслы свои любят. Поволокли слова свои на плаху, а измышления, слова его на плаху, а измышления свои на пьедестал. Я написал стихотворение на это. Ну, вот ты ко мне приехал. Стали мы с тобой жить. Тебе что, вызвало какое-то, то, о чем сейчас будем считать, Дудин говорит? Какими именами ты, он меня клеймит, ты это во мне увидел или нет? И почему не повернул оглобный назад? Или я стал тебе помогать прописываться где-то, заботиться о тебе, дал тебе место, постель, кормить? Да, у меня обеспечили жильем, питанием, ну и работа у меня появилась сразу. Все. То есть, я тебе, Валерий, женский какой-то, Алексеевский монастырь не посылал. Нигде. Но сказал, впереди работа, детский лагерь, так? Так. Ты сюда приехал примерно, когда? Май, 10-е. 10-е, 10-го мая. Интересно, 10-го октября, мая, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, будет 5 месяцев. За 5 месяцев мы тебя узнали. Ты к нам пригляделся, узнал. Я нашел в тебе не просто изъян, а заброшенная помойка, заброшенная, в которой даже не глядя, валили все, никто тобой не занимался, гвоздя забить не знаешь. Проще всего расстаться с тобой, убыток один. Но я каждый день вижу маленькие подвижки у тебя вперед. Ты безразличный идешь, лежит, там бежит, упал. Тебе не касается невозмутимое лицо. Ну, монашек готовый делал. А я увидел это жестокосердие. Ты чужой, сквозняк. И я с тобой тружусь. Я тебе дал самостоятельность. Ты можешь поехать в этот, какой там, Богородица Алексеевский монастырь к Дудину, хоть сегодня. Хоть сегодня. Тем более, к слову-то сказать, ты не хотел на него больше выходить, когда он стал предлагать семинарию. Я тебя заставил вступить с ним в переписку. Так? Чтобы подробнее узнать, в какие условия. Ну, так же заставил, сказали на письме. Прям заставил я тебя, буквально заставил. Что может понравиться, может быть действительно это твое там место. Он тебя не будет заставлять. Наоборот, не знайся, прелести, не знайся. То есть, у них противостать тому, что у меня есть, ничего нету. Там полная, абсолютная пустота, вакуум, разреженное пространство. У него нет ничего. Ты к нам приехал, работы тебе есть? Есть. Богослужения идут? Идут. Ты богослужения наше и там можешь сравнить? Где ты бывал? По порядку, по чинности? Могу, конечно. Занятия какие-то там были и здесь. Делаешь разыщие? Делаю. В какую сторону? Тут гораздо, так сказать, правдивее, что ли. Какую ты работу делал, которую ты сразу сделал, и была бы она не перевернута, не извращена, назови мне. Где бы что-то не сломал, не забросил. Да нет такой работы. Нет такой работы. везде ты оставил разрушительный свет, так? Ну, тележку сломал, там, выдержку сломал, лопату дал, лопату сломал, там, разбил, там, и однако, тебя каждый день я продолжаю учить. Для них это ворчливо-сворливый характер. Авва Дорофея читали, они обманщики, они не читали его. Авва Дорофей учил всяким мелочам. Кто-то спросил, а почему ты купил этот нож, ковер? Тебе надо это? Да си, фей, зачем ты не нужен, голову забиваешь, любопытнешь. Я не рыскаю по их каналам где-то, а он у меня вконтакте сколько раз закрывали. У меня доказательств никаких нет, что именно он делал. Одному не сделать. Это кому-то прихожанам, ну, своим манкуртам. Сказал где-то, нажали, а больше ничего не надо. Он ничего не может больше сделать. Он бы давно все разрушил. Как тут калистрон. Да что с ними разговаривать, поехать, да сжечь их. Это поп говорит, эромонах. Вот наша сестра переехала в Клочки, уже сколько она, полгода, и она на улице стоит, они не пускают ее. Священник сказал, не ходи их в рам. И она на улице молится. Более жестоко, жестокосердного сословия нету. Она подошла к архиерею, он ее благословил ни под каким видом. Он уже два ему там постановления дает, запусти ее в храм, не подпускает. Чернодыров или Чернодаров, я его, Игорь, Клочки, Ребрихинского района Алтайского края, напиши ему письмо. Там у них интересно, продавали Игнатий Душеинов, игумен, о крещении. И на развороте, вот как у нас на визитке, батюшка крестит, и они это взяли. И он там продает по благословению патриарха Алексея Второго. А он игумен Московской патриархии, в монастыре, известный. Но кто-то ему сказал, батюшка, а вот фотография, это в Потеряевке сделанная. Она, обложка, она мягкая, на той, на другой стороне захватывает. Он мгновенно убрать от фотографии. Не посмотрел, что это благословение, не надо. Злоба превышает разум. Почему Исидор Пилосиот говорил, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Вот это у него есть. У него предвзятости пил позаглаза и злобой захлестнутый. Еще он не может всякие попахивать сектантством. Ну вот только 16-е. Сегодня у нас 19-е. Завтра, сегодня 20-е. Завтра 21-е. А 16-е, вот, три дня назад у нас служил митрополит Сергий Иванович. А до этого Максим Дмитриев служил. А до этого вместе мы были. Антоний был, Масендич. Я у него причащаюсь, меня причащает митрополит и митрополит ко мне в храме наклоняется и Игнатий, скажите проповедь. Он не на лапшу приехал. Так он митрополитов в ту же яму толкать должен. Кого он причащает, еретик, а? Кого? У кого? Он проповедь слушает. Он сидит в алтаре в это время, я говорю проповедь, полчаса. Я ее не закончил, закончил за обедом. Ну глянь маленько, открой глаза. Лживый поп. Ложь от сатаны. И поэтому чей-то служитель, определись. Я ему ни на один вызов его не отмечаю. Почему? Хулиган. Больной с воспаленным мозгом. Тяжело больной, живущий среди больных. Но для меня он по-прежнему остается человеком, который в доброе время сказал, я очень нуждаюсь в квартире. Я молюсь, Господи, дай отцу Сергию квартиру. Я молюсь и молюсь. Его выпады никакой роли не играют для меня. А квартире, когда я молюсь, ему и Гавриилу. Двоим. Я все время молюсь. И вот теперь он тебе что предлагает? Хочу спросить, так это или не так? Володя, у тебя компьютер-то ты мне отдал свой? Мой, мой. И вот здесь Володя пишет. Считай. Сергей. Сергей пишет. Подойди рядом с ними. Считай. Доброго времени суток, Никита. В семинариях сейчас большой недобор студентов. Туда бы вам. Но для начала, Никита, лучше найти послушание в какой-нибудь храме. Допустим, Богородица Алексеевского монастыря города Томска. То есть он тебя уже спихнул заранее. Ты у меня живешь, спишь со мной, ешь, пьешь ежедневно. Я с тобой стою в очереди в визовом отделе. Так? Так. Иду к начальству. Визаметил непорядок. Приезжает милиция. То есть протолкнуть, прописать. И ты ежедневно с нами с утра до ночи. Здесь ничего этого нет. Не сходится. Мы разные. Мы настолько разные, что даже нет выражения никакого. Что дальше? Найти действительно духоносного церковного наставника, а не самодурствующего ворочливо-сорливого лапкина. Он не судит. Понимаете, я бы с ним не разговаривал. И он только не судить и не судить, это не суждение. Что он жжет, клевещет. ясно из всего. Я повторяю, 3500 роликов, 38 книг, форум на 1500 тем. Тем. Ну, можно маленько-то одуматься. Ворочливого, то другое что. А то есть он как сквозняк пролетел и все. А если я тебя учу, он тут сразу эпитеты другие. Не говорит, что от лапкина, который тебя день и ночь учит стать человеком. Бесполезного бомжа, у которого ничего нет, ни специальности, ни отношения к труду, безразличного к бедствиям людей. Тебя всему этому учат здесь. Он ничего, он дает свою характеристику. Самые осуждающие людей это священство. Когда говорят не судить, он имеет в виду не тропь попов, заморю, не дам причастия, сдохнешь под забором. Я переведу их слова. Дальше. Которые явно не пылают к вам огнем христианской любви. Вот он определил, какой пылать. А зачем пылать-то? Слово пылать любовью такого выражения даже нету. Люби ближнего как самого себя. Вот такое есть. А то он врет. Нахально врет. Грубый, лживый, поносный, духоносный в кавычках попенок. Пылать любовью. А чего ради пылать-то? Когда вся любовь подана Христу. Я тебя с тобой поступаю так, как хотел бы, что со мной поступали. чтобы непрерывно меня учили. Всякому ремеслу меня этому отец научил. Тяке говорил, так, сынок, работаешь, что тебя еще раз пригласили. А ты так работаешь, что тебя даже на дух не хотят. Дрова колоть послали. И то нет, батюшка, нет, нет, не надо. Володя, это за час сделай, что ты два дня будешь возиться. Поделал забор у матушки, он упал. Но таким ты не будешь здесь. Ты будешь работать. Я буду тесать и стесать. Я оселок тащил для тебя. Дальше. Лапкин просто упивается своей властью. Так, какой властью? Лапкин упивается своей... У меня нет власти, нет семинария, нет академии. Упивается. Пусть хоть один человек скажет, как я упиваюсь. Я тебя не принимал. Ты сам залез под мое крыло. Ты день и ночь здесь должен Бога благодарить, что последний раз я тебе не дал отказа. Ты работаешь. Ты научился копать землю. Уже научился. Ты научился теперь удалблевать ее землю. Простые специальности, но ты этого не знал. Не знал. Ты научился теперь с печки научился рыбу ловить. Ты этого ничего не знал. Ты научился варить, и притом не так, как, допустим, Володя, научился с собакой бегать, ухаживать за ней, смотреть, за кошкой. Ты этого ничего не знал. Элементарного Самого простого Научился есть правильно за столом сидеть Научился Я тебе по порядку буду перечислять Много, память развиваю тебе Вот это должен сделать Это и ты уже смотришь Ага, памяти никакой нету 4 года компьютерных игр Наркомания твоя Я уж не говорю, остальное Больше всего блуд съедает мозги Я однако не опустил руки И как он охарактеризовал То есть это совершенно чужой Это не психиатр, никто Психически больной человек Клеветник, повторяю, другого названия для него нету Но для меня он по-прежнему батюшка Я подойду и благословлюсь Не лишая его ни благодати, ни сана Но положение его тяжелейшее Страшное Дальше Греховные страсти в нем просто кипят А, какие славы Греховные страсти в нем просто кипят Какие страсти, пусть он назовет Чтобы я на исповедь это исповедовал Греховные кипят То есть я не могу не сделать Они кипят и кипят Какие? То есть он может сказать только о своих страстях Он не может назвать ни одной моей страсти Страсти во множественном числе И кипят, то есть бурлят непрерывно Он не знает этого Но он примеряет то, что с тобой я как поступаю Говорю тебе Это ему не подходит Он неприкасаемый Поэтому он этот себе принять не может Попы в сословии неприкасаемых Это особая каста Индийская А ты пария Пария Это самая униженная в Индии И он такой именно И это называется страстью Я тебя учу правильно забивать гвозди Вытаскивать Работать топором То есть что необходимо в этой жизни На огороде ты работал Работал Помидоры собирал Сажал При нынче был То есть тут нет ни одного дела Которому бы ты не прикоснулся Были дела, которые впервые в твоей жизни Коснулись твоих рук Почти все должно Почти все до одного Дудин, слушай Бессовестная душа твоя Что тебе говорит человек С которым мы занимаемся Сколько и время трачут Но он есть для того Чтобы через него вас найти Выловить и вам подсказать Кто вы Почему Иоанн Златоуз говорит Большая часть священников погибает Больше не сказал какая Но больше половины Ведь если в вашей Томской импархии 200 священников 200 100 с лишним в аду будете кипеть Вот где кипеть то будете Игнатий кипит просто страстями Назови какую Ну как правило Кипят от облудной страсти А облудной страсти Засвидетельствует моя жизнь Тебя рассказывать или нет Мне не приходится Нигде ни разу Говорить ложь Чтобы повторять ее когда-то Воровство за мной не числится Чтобы я оболгал кого-то А какая мне это Какая-то у меня власть У меня власти вообще никакой нету Вся моя власть Вся моя власть осталась в прошлом Да была власть Да были мои данные Которые я был бы Ну капитан дальнего плавания Теперь в море Там может быть и выше Капитана первого ранга Но у меня нет власти никакой Вообще нету Есть какой Старост Ну это я избран Попечитель Заботиться Чтобы ни у кого нужды не было Помочь вовремя Какая власть Без власти нельзя Детский лагерь Я занимаюсь им Я основатель лагеря Я основатель И я заказываю музыку Мой устав Я И сюда везут священники Известные Милиции Кого только нету Детей сдать Как пишет российская газета Путинская От лапки на худом Не научишься А он ничего не знает Совершенно Злоба затмила его Поповский Дикий разум А как есть он с ним Работать там в месте Где мы работали Я его не знаю Не могу сказать Но вот эти слова Которые мне Я ему не могу сказать Я его не знаю Он Пустое место Да и зачем мне говорить Дальше что Не может человек Действительно Духоносный Иметь Немирный Ворщливый дух Он определяет Духоносное А что он понимает Духоносное А то что насчитался В книжках На деле то Никого не знает Он не может показать Ни одной души С каким-то Меня там Евгением Познакомился Ой только ему не говорите Он такой больной Это его там Которые есть То есть они больные И одержимые И одержимые может поп Эти слова Только демон может Изрыгать Из тех Которые меня знают В общине Я староста Которые в детском лагере И вот это Все остальное Дай моему епископу Который был Евтихий 13 лет Ну Спроси Кто исповедует Меня Такой я или нет Вот пришел Бо что-то ходил Ворчал Я захожу Сразу вижу Вижу не так И начинаю принимать меры Почему шторка Так повешена Что 20 сантиметров Там может видно Почему Почему порван Там кот лес Почему не зашили Я по делу Спрашиваю Мне было Неполно 20 лет Слушай поп У меня в руках Было 250 человек Он к каждому Слову будет Привязываться Обыгрывать Начнет Обсасывать У меня было 6 объектов Прораб И работаю Не где-то А в строго Режимном лагере Село Плишкино Иркутская область Куда мы с Володей Ездили Он видел Что ты можешь Сказать Показать Ты ни над одной Душой Не властен Торговля В храме идет До 30 лет Рукоположен Ты даже не поп Ты должен быть Извергнутый До 30 лет Ты никто Читает 14-15 правила 6-го Вселенского Собора Он не может Еще сказать Он даже и не поп По программе Соборной Веру Восвятую Соборную Сними с тебя сан Иди на стройки Народного хозяйства И дальше Вам бы на послушание Действительно Горящего любовью Христовой старцу Который вас будет встречать Этими удивительными словами Христос воскресе Радость моя Ага То есть Серафимову Выдумки придумали Христос воскресе Всегда было только на Пасху Христос рад Кто бы ни пришел Радость моя Ты дня с ним не жил А когда пришли Начали обухом Похаживать ее Радость моя Почему он сагбен Его полуживого оставили Это радость моя Это игра Ты что не говоришь Ко мне радость моя Ты говори Ко мне пришел На мой сайт зашел И говори Радость моя Что из себя полезла Эта блевотина поповская Ядовитая А там найдешь Такого Ты хочешь идти в монахи Радость моя Это монахи говорят так Ты посчитай Что Андрей Кураев говорит Тебе надо Чтоб тебя постригли Хорошо Я согласен Они дают ножницы Это отбрасывает их Кто архиеретом Кто постригает Он ползет Ползком Это в храме За ним берет ножницы Подползает Нет посреди Отнимается все У тебя никаких прав Нету Никаких Будешь делать Что скажу Жить проголодь И выгоню И ты не имеешь права Жаловаться Иди как бомж Вот после этого Я тебе ножницы подам Да я сказал Малую часть того Что на них налагается Более жестокого Места нету Это хуже ГУЛАГа Я издавал Все монастырские уставы Я их знаю Как они их вылавливали Как обманывали Самое большое наказание Когда послушник сбежит Какие Перед входом монастырь Три растет пальмы И плеть Это для мирян Это для своих монахов Это для сбежавших Считайте Венедиктов монастырь Почитай маленько Поп Глухонемой Пожалуйста Пылающей любовью Да какая там любовь то Он никого не видит И не знает Дальше Аллапкин В отношении вас Явно скатывается В раздражение И сварливость Так Скатывается Попахивает Раздражение Ясное дело Что я говорю тебе Говорится Не переплевывай через губы Четко и ясно требуй Делаешь или не делаешь Я тебя накажу Самое большое наказание Когда я скажу До свидания Больше мы с тобой Не знаем Сегодняшний день Дудин будет Тебя по монастырям толкать Пока не загнешься там Здесь тебе никогда Не скажут Того что он скажет Радость моя Какая ты радость Груз непосильный Любой скажет Дальше Есть даже и оскорбление Понятно что Он тебя не хочет Представь Он не может удержаться Речь с тобой идет Но он говорит то ни о чем Он говорит обо мне Посчитай все его эпитеты здесь Он захлебывается этим А это все его моща С блевотиной Перемешанная Он от страха трясется Что со мной По хорошему Был один месяц И теперь он показывает Нет я патриот Я патриарший Лизоблюд Лежи там Говорит своему Не было около тебя бы Михаила Фаста Если бы не было Геннадия Фаста Который обратился А где Геннадий Фаста Обратился Покажи таких в своем Покажи плоды Бог будет судить по плодам Я понимаю Что вы готовы Многое терпеть Из-за АТО в Украине Ну это Антитеррористическая операция Ну да Ну поверьте Лапкин это не лучший вариант Помогай вам Господь Понимаете Что он тебе дал Ничего Ни одного Он ничем не обязан Он только выпрыгнул Внутренность свою поганую Поганый лютый пес Лютый волк И он отрыгал то Что жрал все эти годы Ненависть Прихожанам Как он Сунул руку А потом Вытирает Газа полчаса Дальше Нихита отвечает Отец Сергий Расскажите мне Об условиях Моего проживания В Томске Где я буду жить Как Спать Как зарабатывать На хлеб Сколько семинаристов Сейчас там И еще что-нибудь Что может быть Мне полезным Это слова Откуда у тебя Ну я сам написал Ну сам написал Тебя заставляли Написать это Ну я сам написал Дальше Ответ Добрый вечер Никита Семинаристов На начальном курсе В этом году Поступило очень мало Всего 6 человек А это Недобор Обязательно скажи Какие у тебя Есть документы Паспорт Образование И прочее Я буду в семинарии Послезавтра Поговорю о тебе В семинарской канцелярии Обязательно дам ответ Помогай Господь Вот заметь Его ответ Он ничего к себе Не применяет Он сказал Узнал и все Он на себя-то Не берет бремя Ни исправления твоего Видя эти ролики Где я с тобой говорю Что ты совершенно Не приводен к жизни Не к священникам Хотя ты священник И ты готов уже сегодня Ни о ком не заботишься Совершенно безразличный К нужным народу Но на днях у тебя было Ты овечек увидел А они вышли из загона И ты загнал их Вообще-то Это уже сдвиг Огромный сдвиг Уже мимо не прошел А это люди И как ты решаешься На это быть Почитай шесть слов Иоанна Златоуста Василия Великого И он За тысячу верст Нельзя до священца Допускать Вот этого человека Кребетника Дудина Сергея Он залез туда И питается этим Грехами народа Кормится У нас поступил Один паренек Из Горловки Это Донецкая область Там где сейчас Театр военных действий Если что Едь монастырь Могочина Или Благородица Алексеевский монастырь Почему он не сказал Тогда в доме Я тебя принимаю Отведу отдельную комнату Отдельную кровать дам Подстилку у дверей Хотя бы Я буду тобой заниматься Он по роликам Видел что ты никакой Что забрасываешь земли Там доски лежат Завалил И как перед детьми У тебя какой авторитет Да никакого Они даже Ну никакой Совсем Он не начинает Тобой трудиться Он ни слова Никита Все кончил Почему А нет тебя там Нету И видя твои недостатки Он считает нормально Главное тебя целовать Радость моя И Христос тебе воскрес У вас радости от Пасхи нету Если каждый день Говорит Христос воскрес Даже этого Они не понимают И что дальше Имею ввиду Если Если отложить семинарии Поступление на следующий год Но я думаю Что тебя возьмут уже в этом году Вступительные экзамены Очень простые Кормление в семинарии бесплатное Так же как и проживание Относительно денежного довольствия То за оплачиваемыми послушаниями Обращается к епископу Все Он назначает Некоторые семинаристы Подрабатывают в Томске дворниками Зарплаты хватает На личные вещи Жду твой ответ Какие у тебя есть документы Поговорю с парнишкой С семинаристом Который приехал в Томск В семинарии Вообще без ничего Он имеет связи Как вначале устроиться в Томске Без ничего Безо всего Без ничего Без ничего Такого выражения даже нет Он неграмотный Еть Ты найди так Поезжай сказал бы Или приезжай Еть Да я тебе это еще Из лексикона Блатных Самое скверное слово Он даже ничего не знает Показывает семинарии На одном месте Ну и что он к себе применил Ничего нет Он тебя переталкивает Еще нигде нет Он тебя туда Не нравится А дальше Ну не будешь каждый день Лезть к нему Ты его не найдешь Я послал книги Ему Степаненко передать Мои книги Новый завет Толкованием И передать епископу Ростислав был Он так и не передал Он боялся И трепетал А ну-ка что-то не так Он страшно боязливый И мне говорит Ой Нельзя это Да что это Да наш архиерей Только крещит на нас Он меня среди зимы На мороз выбросит С ребятишками Это его слова Они сохранились у меня Это его мнение Это когда он По-человечески Начинает говорить И правильно он сказал Это так и есть А это что из него Если он был за А теперь его прижали за меня Теперь он из кожи Вылупается Доказать Я не такой Я ненавижу этого Лапкина Я вперед вас Даже те которые рядом были Но со мной не знали Они заходят в интернет Они иногда что-то скинут Этого нет Но ему сейчас Надо все время доказывать Что он патриот Вот бывают люди Из православной церкви Переходят к старобрядцам Ну не каньяне Но его все время Говорят на нас Пришел из не каньян И где бы ни говорили О патриаршей церкви Он обязательно встрянет И что-то надо сказать Такое Что старобрядец Даже не скажет Доказать что я Я настоящий Я подлинный старобрядец Вот так и этот поп Я знаю их психологию И волчью их натуру Я знаю давно Как Крылов писал Волк на псарне Дальше Значит Никита В городе Томск Есть Богородица Алексеевский монастырь Мне мой настоятель Сказал Что тебя туда Почти 100% Возьмут на трудничество Что такое за слово Трудничество Ты его и не найдешь нигде Это окормление И прочее То есть рабом будешь Бесправным рабом И ни один тебе Ничего не скажет Понукать будут Ты здесь работаешь С ним на равных У тебя равных там не будет Он же видел какой ты А тебе уже Ни один ролик выставлен Еще в лагере Когда были мы И он ни одного слова Тебе не говорит Он не говорит Ему это не надо Это радость моя Радость только вдалеке Он радость спихивает Если радость Так прими его к себе Занимайся им Фальшь В каждом слове Ложь Обман Дымное надмение Мира погубило все в них Он не таким был бы Если был бы Нормальным То был бы человеком А не попом Раньше время рукоположим Незаконным Дальше Рекомендации монастыря Для поступления в семинарии Лучшие не надо Быть трудником Это лучшее Лучшее самое Ты будешь при них То есть Зная тебя Вот такого вот И толкать в попы Это надо быть сумасшедшим Совершенно Скольких ты людей Перепортил бы Будущий смещенник Вот такой А ты ничем не нуждаешь Ты бабка подошла Об головку ее поцеловал Как власий Его знает Отец Иоанн Суворов А к нему сейчас Вся страна едет Все Он там предсказывает Показывает Решает Говорит Крутую Яйца варить Или смятку Какие вопросы-то решают Ни одного на благовестие Не пошлют Ни одного видения Нет Павлова Приди и помоги нам Ни один не говорит это Павел говорит Хотите с чем пришел Чтоб с любовью Не с пылающей Никакой Это все он накручивает Слова Или с жезлом Размолотить вас надо Каждому свое Та съедом зайна Передвинуть что-то не могу Она у меня увеличенная Видимо из-за этого Ну-ка Дальше Сейчас номер телефон монастыря Тебе надо будет обязательно туда самому позвонить И вот адрес Все тут указано Ну все Телефоны тут Посмотри Телефоны чтобы заснять Видно Все Так Тебя не удерживают Отпускают Поедешь? Нет не поеду Все весь сказ Я могу закрыть? Да Я выключаю Потому что Может даже не нужен будет больше Вот так Вот небольшой комментарий К тому что переписка Притом вот это и гаженье Поносное Абсолютно везде Только вырвать А дальше он не отвечает за это дело На кого вырвать? Ну кто-то был не расположен На грани качался У него может вырвать А тот потом Потом приползает буквально Я выхожу из церкви Из храма Соборного У меня бабка здесь Баба здесь Бабка здесь Упали меня за ноги Ухватили Игнатий Прости нас Да нам столько Настоятельно вас наговорил А теперь-то вы узнали Что вы не такой Наплевать да забыть Встаньте вы Это попы довели до этого Они не говорят правды Они боятся записи Они всего боятся Почему? Потому что ничего у него больше нет Когда отца Акима вызывал архиереи Было такое время Он говорит Ну Заставлял чтобы Мочил как все А не крестил Он пришел У него мастерок Он строитель говорит Ну А то рясу сниму Крест сниму там Сниму сейчас Владыка У меня с собой мастерок Я завтра иду на стройку Он везде храмы восстанавливал И все И архиерей затих Такого работника терять Он понимает Больше не будет У него не будет такого работника Во всех отношениях Достойного священника Который сам себя обрабатывает У батюшки овца Он косит Поет Он не ходит с тарелкой Ты попу бери торговлю из храма Ты прекратил живое крещение Сам-то крещеный ты попу или нет Без погружения ты должен быть извержен Скольких ты перепортил Дудин Подумай об этом Тебе вылазить нельзя И ты вылез Выпир на что надеялся Он видимо думал Что нападал на наши ролики Раньше было Всякую скверну пишет Я вижу отвечать нельзя Тяжело Психически больной человек Не отвечаю Нельзя отвечать ему Закрыть его Я могу одним щелчком Он больше не появится у меня нигде Я вижу какой результат будет А с ним припадок будет Он просто убьется У него выход есть Пока он здесь злодействует А от него отдыхают другие рядом Я поэтому Беру его сюда А эту муть-то его Я одним взмахом руки отведу Потому что ничего этого нет Обида никакой не может быть Почему? Ну нет этого Нет Но я вникаю до самой последней мелочи Потому что на этой мелочи Зависит все Не той толщины прокладка Прокладка Всего только прокладка И семь человек на челленджеры погибли Прокладка Она копейки стоит Семь человек сразу сгорели Мне Бог дал это видеть Я работаю с людьми Повторяю У меня 250 человек Мне не полных 20 лет Я в армии Ну ладно Тут ошиблись меня Из всех выпусков Все мастерами были Только 4 прораба В этом числе Четверки я попал С отличием защищенный Диплом Как это сказать Последний проект Берут в армию Пусть он назовет Если он в армии был Просто сомневаюсь Был ли и кем он был Что меня Рядового Сразу же производят Старшины Ну назовите Найдите такого Одного человека Увольнительную Надо заслужить Мне увольнительную Дается 1 января До 31 декабря Срочная служба Никаких воинских званий Значит они что-то во мне нашли Так а такие разве бывают Я даже с военными говорил Полковник Он говорит Я даже не слыхал этого Слушайте внимательно Техник Смотритель Воинских зданий Ракетных войск Дальнего Востока Вот это должность А я разъезжаю По всей стране По Дальнему Востоку Определяюсь Годно здание Какому офицеру Когда выдать Это моя обязанность Меня поставило Начальство Вышестоящее За мной нет Никакого контроля И никто не считает Какие-то там Недостатки мои Помешали бы Общаться с народом Я бы Разогнал Обслугу В лагере Как он говорит Как бы они со мной Жили Эти люди А одно то Что считают Основатели общины Детского лагеря Там Начальник лагеря Здесь староста И претензий Вообще никаких нет Это ни разу Ни быв Не знавши Что лживое место Лживые пастыри Обстановка Вся лживая Все на лжи А как обижаться Она что обижаться Это не обо мне Он сказал Это не моя характеристика Как писали один У Лапкина во всем Жесткий подход Для него Как для Чапаева Две головы хорошо А одна лучше Определенно и четко У меня программа Вот он Володя сидит Было время Не по его Но он работал С Игорем Барабашом Этим Дебуновым Бежал даже отсюда Бежал Но вернулся Упал Я говорю Да ладно Сегодня воскресенье В ноги Падает И все Сейчас стоит На первом месте Нынче В прошлом году Уже был Зачальника лагеря Постепенно Воспитателей перевел Старшие воспитатели Почему По делу По делу Мне После каждой Беседы В КГБ Говорили Вам бы только у нас Работать Только у нас Работать Разговариваю с первым Секретарем Горкома партии Города Барнаула Он в конце Только сидит Ох Игнать Иханович Какую бы вы пользу Принесли нашей партии То есть Меня везде звали За мной охотились Епископы Я сижу за столом Метрополита Епископа Вы не выйдете отсюда Пока вас не рукоположим И я однако Не иду Я не иду Упивает совласть Это вы Упиваетесь Ломитесь туда В семинарию А то семинария Тебе мозги Сбекренило Поп Ты может быть Таким бы и не был А меня не могут Поставить И уже не поставят Я давно Епископом был бы Это никакой Не секрет И при их поношении При их злобе Я продолжаю работать И каждый епископ Что? А они обольщены вами Значит есть из чего Обольщаться Они в прелести Значит Его недавно Поставили митрополитом Был епископ Сергий Иванников Только что приезжал Перед этим Они Там тысячелетие Кончины Представления Князя Владимира Он был там И патриарх был И Путин Владимир Владимирович Выступает первый И это все А все Напечатано Это мне подарил Личным Подарил Пачку дал Алтайская миссия Вестник Алтайской митрополии Здесь что написано Внизу Издается по благословению Высокопресвященного Преосвященного Сергия Митрополита Барнаульско-Алтайского Номер 7-8 2015 год Послание Святейшего Патриарха В связи с тысячелетием Представления Святого Равнопостольного Ну и что он говорит Ну по порядку Тут кто выступает Я называл Патриарше Богослужения Вот он глава Вот он выступает Путин стоит Где-то И после этого Тут же он приезжает К нам Здесь Я у него Причащаюсь Он просит Сказать проповедь Мы целуемся Неоднократно Выезжая из машины Еще руку протянул Еще Еще до свидания Ну почему он не поступает Так как этот Почему он эти эпитеты Ко мне не применяет И не один И никогда А почему он Что только Слышал слова Он все в кучу собрал И сказал Это мне не оскорбительно Мне жалко его Жалко несчастная душа Сколько душ он погубил Этот Дудин Скольким ты лбы мочил Ты к вере-то православной Их не привел На обряда вере Продержал их И все Это любому понятно Своего представить Ничего не может Ни одного листика Нам Господь дал Это счастье Властью я упиваюсь Властью данной Какой дал Власть быть чадами Божьими У меня есть власть Власть И эту власть я проявил В вузах В тюрьмах Когда я рассказываю Как в тюрьме Какую власть Мне Бог давал Над заключенными 70 человек Уголовников Камеры С 8 до 10 Камеры Открыто Охранники Собираются День за днем И стоят Слушают 2 часа До меня там попы были Были Там никаких Отцов нету Тебя там будут Только кричать Сережка Иди к тебе пришли И вот там Находится Один Зосима А там Зосима нету Мишка Мишка Иди Та тебя зовут К окошку подойдешь Когда где-то А что За совращение Малолетних За грабеж Даже за Бантитизм И каких только Нету Это вы Вы Устелили Путь Когда я шел И вдруг Увидели все Их За попов Никто не считает Я не поп А ко мне За слово Гадость моя Иди Троглотит Он не знает Из славян Из славянского языка Что Поднялся Уже помаленьку Начинает На мавзолеи Стоят Слава Христу Будем готовить Надо позвонить Вите Или съездить